здравствуйте мои маленькие любители гальванизма не удивляйтесь но это снова я хочется просто немножко может быть даже похвастаться может показаться ну не уверен что кому-то хочется так заморачиваться как вот мне в данном случае а заморозка состоит в том что аноды так называемые медные аноды я в общем-то произвожу сам скажем так вот здесь вот отходы скажем так остатки меди какие-то неудавшиеся проекты проволочки что-то еще 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 здесь титановый контакт тут электролит не классический а со специальными добавками присадками которые позволяют быстрее растворяться вот это вот отходному металлу и переходить вот на анод данном случае это вообще была фольга но как видно я ее нарастил уже таки прилично грамм наверно 400 если не 500 уже наращивается процесс не быстрый конечно же сразу можно сказать что не быстрый но она того стоит это получается чистая гальваническая медь это не какой-то там неизвестный купленный сплав на барахолке или еще где-то это именно чистая медь будет и опять же безотходное производство я только за раньше я вот эти все отходы сдавал металлолом грубо говоря обменивал вот этот вот отходный металл на пластинки трубки все что угодно медное использовал это в деле но электролит загаживался страшно просто страшно и то есть если вот сравнимо посмотреть когда я перешел на нам чем разница вот так в общем то должен выглядеть чистый электролит это несмотря на то что на дне у меня уже купится как а ну как это понятно кто пользуется графитом тот знает это всегда происходит лишка она так сказать спадает но факт электролит это при всем том что как видно на стенках вот там вот оседает собственно говоря излишки купороса я всегда делаю по рецепту но с запасом особенно если купорос не чистый возвращаясь переработки всем рекомендую кто разбирается кто готов зайти скажем так глубоко и далеко к слову сказать титановый анод он конечно не дешевый но это тоже отход от радирования то есть на нем уже не осталось никакого платинового скажем так покрытия это чисто титан в планах сделать полностью титановую корзину своими руками под свои габариты и уже как говорится сбрасывать отходы по полной под словом отходы я подразумеваю то есть вот классические думаю кто работает с гальвана пластика тот знает много всякой как и остается куда и одевать кто-то выкидывает кто-то копит годами ну вот я нашел применение к слову сказать еще один плюс думаю мало кто заморачивается а я еще получаю медный порошок медную пыль за счет переработки анодов и ее можно тоже использовать как только проводящий состав она особо актуальна на крупных объектах какие-то там фигурки статуэтки сувенирная продукция очень выгодно она мелкозернистая то есть это прямо пыль даже тут не рискну и поэтому отпадает нужда в каких-то графитах там и других металлах там кто вот заморачивается так сильно ну серебром конечно не сравнится серебряной пылью которую я использую не первый год но вот факт том что безотходное производство во всем а учитывая что металлы в этом году подорожали ой 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 я думаю все мастера меня поймут что ценники придется поднимать всем однозначно как ни крути вот но 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 у меня вот так вот так что вот имейте ввиду поэтому всем добра ставьте лайки кому интересна эта тема пишите комментарии буду рад пообщаться пока пока